У дома номер 6 по первому переулку вагонников сегодня было многолюдно, хотя эта многоэтажка в эксплуатацию еще не сдана. Собственно, по поводу невозможности получить здесь проплаченное жилье и собрались люди. В 2020 году это было связано с эпидемией коронавируса, как нам говорили. Мы рассчитывали получить свою квартиру в декабре 2020 года. Потом нам сказали, что это произойдет зимой 2021 года, потом перенеслось на весну все, потом на лето, и тут уже наше терпение лопнуло. Мы понимаем, что нас постоянно обманывают. Кто застройщик? Застройщик ЖБИ-2. Дело в том, что они нам всю информацию не предоставляют, то есть не ставят нас в курс дел. С просьбой о помощи люди письменно обращались в Министерство по обеспечению контрольных функций Тверской области, в приемную президента Российской Федерации, в областную прокуратуру и еще ряд организаций. Но их проблема пока остается неразрешенной. Сейчас на сайте застройщика появилась информация, что после получения акта ввода в эксплуатацию мы можем принимать свои квартиры. Мы очень опасаемся, что квартиры будут переданы нам в одностороннем порядке. В квартирах до сих пор нет отопления. Мы не знаем, как поступить в данной ситуации. В семье Риммы Коноваловой, пока ждали квартиру, успел родиться ребенок. Сейчас ему полгода, нигде не зарегистрирован. Где вы живете? Временно снимаем жилье. Сколько вы ждете эту квартиру? Два года. Денег много на эту квартиру истратили? Все, что можно было в банке взять, все постратили. Сдача должна была быть в марте этого года. Сейчас я жду оперативного решения данной проблемы. Есть где жить? Снимаю и плачу за свои деньги. Ждем с июня месяца, как обещали квартиру, и не можем получить. Все время застройщик обманывает, только на словах. А на деле ничего нет. Обещали сегодня, будет подключение газа и нет. А представителей ЖБИ никого нет на этом собрании. Хотя мы всех предупредили, что будет сегодня собрание, чтобы они были здесь. Никого нет. На собрание прибыл представитель подрядчика Дмитрий Сорокин и представитель Газпром газораспределения Тверь Елена Туманова. У нее мы спросили, когда к дому подключат газ. Представитель подрядчика объяснил, что не до конца сдана документация у нас. У нас нет документации на саму котельную. Это опасный производственный объект. Соответственно, мы ждем документацию с разрешением Ростехнадзора, и у нас будет подписан акт о готовности объекта к подключению. А документация вообще где? Куда она девалась? Она находится у нас в техническом отделе. У нас находится в техническом отделе. Но она не передается в связи с какими-то юридическими коллизиями, которые я, как строитель, не знаю. Это работа наших юристов. Пришел на встречу и депутат законодательного собрания Станислав Патрушенко. Вы когда можете ответить на вопрос, когда будет поставлен дом, когда документы переданы в кадастр? Я думаю, что застройщик и его юридическая служба даст ответы, конечно. Мы тоже лица заинтересованные, как подрядчики, быстрее с этим расквитаться. Мы не хотим в будущем судиться, чтобы у нас были многочисленные иски к застройщику. Мы хотим просто заехать в свои квартиры, которые уже все выкуплены. Деньги заплачены полностью? У нас многие семьи приобретали квартиры в ипотеку. То есть, да, есть кредитные обязательства у людей. Конкретного ответа на свои вопросы сегодня люди так и не получили. Будем это делать быстро. Но здесь еще и от них же зависит. Мы же не можем за них сделать документы и сдать за них не можем. Весь историй, я почему говорю, что СРО будет задействовано, потому что есть ответственность застройщика. Да, в том числе и финансовая, и у СРО она возникает. С Минконтролем я вам тоже сказал, с прокуратурой я переговорюсь. Мы следим за ходом событий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...